После того, как я вам в схеме объяснил, кто в вершине пирамиды, кто правит миром, кто у нас отнял нашу голову, те же глобалисты, те, кого называете масоны, мормоны, несут. Под постами мне часто задают вопрос, Фред, чем народ умещает жить? Я не знаю, какой в этот вопрос смысл вкладываете, но это особенно было видно, когда, например, 20-го был сход с Вадимом, ну и другие. Или когда вы забыли, когда вы каждый день паниковали, что вот нас всех чипируют, сделают тотальный контроль под искусственный интеллект, так далее и тому подобное. Себе сами этот вопрос задайте. Пока вы общую целостную систему не восстановите, то есть, по крайней мере, свою голову не возвратите, все ваши действия, все, что вы будете делать, вы будете делать не себе, а и мы будете делать, понимаете? Это не вы. Если у вас есть, у нас есть человеческое достоинство, мы должны, создав эту систему, для чего она вообще нужна? Спросить, спросить с него, кто у нас голову отнял, спросить, ты взял в свои руки власть, правление, но мы хотим знать, понять, какое нас будущее ждет и что себя оно представляет. Или откуда мы знаем, нас используют в каких планах, мы же не знаем. Или нашим рабческим трудом, а потом сами полетят, освоят какую-нибудь планету, ну это я так, ну так же и есть. Мы просто хотим, как люди здравомыслящие, да, у кого есть разум, если он, ну по факту его нет, если у нас голову отняли, мы должны спросить. И более того, мы сами должны определить, хотим ли мы будущее, которое нам предлагает тот, кто в руки свою власть, силу взял. То есть, по крайней мере, показаться и быть наравне с ним, а не быть вот бесцелостной общей картиной, не имея свою голову, как стадо баранов здесь, зацикленный на своих бытовых проблемах. Вот от этого нужно исходить. Если у вас этого понимания нет, у всех, у наших воинов, у всех, у депутатов, правительств, кто осетим, у вас, вы все делаете для того, кого вы даже в упор не знаете, вы, он вас и не воспринимает. Это черт, который вы даже в упор не знаете, понимаете. Он на вас не обращает внимания, потому что вы вот такие, потому что нет нашего эгрегора, духа, нет нашей силы, то есть ума, аллога, что делает целостным. Культура там, народ так далее, то, что я вам рассказывал. Понимаете, да? Нету, он вас не воспринимает даже. А чтобы он вас воспринял, вот эти мелкие мы должны возродить и показаться ему, показать себя, что вот мы есть, мы хотим знать. Спросить с него, если мы согласны с ним, мы с ним идем. Или можем предложить свою альтернативу. Это же правильно? А у нас нет национального самосознания, вот в чем дело, мы потеряли, у нас разлад. Вы сами знаете, если этого понимания нет, все, войны наши, все остальные, это не мы, это вот они. Мы не знаем, куда идем, что идем. Все остальное – это детский сад. То есть понты, там, у кого круче Мерседес, кто блатной, вот в этом все. А чтобы этого не было разрушения, надо было что-то для своего народа создавать. Но этот человек, этот черт позаботился, что вы разворовали свою страну, свой народ. Потому что он знал, как воздействовать, как захватить мир. Поэтому вот эти оставьте все, там, понты какие-то, это все дешевое, ну ничего. Нет здесь в этом ни крутых, ни блатных, ни паханов. Вот пахан, вы его даже в упор не знаете. Поэтому только через разум, через умы. Вот многие воспринимают жречество, это как какие-то образы у них сформировался, фильмов насмотрелись, маги, колдуны там и так далее. Маги и колдуны вот эти, черти которых мы не… Это образы всего лишь. Но здесь должны быть умы, наши умы, философы, у кого здравый рассудок, кто умеет здраво размышлять. То есть, ну, все наши умы, ум. Умом же нами правят, и ум же у нас отобрали. Все выстроили, системы. Чтобы это все выстроить, это очень нужно большой ум. И ум правит. И вот, когда мы восстановим, будем ценить нашу культуру через культуру питания, духовно-религиозную нашу, когда мы восстановим нашу голову, тогда и с пониманием, и войны наши будут отдавать настоящие свои жизни за настоящее дело, а не за то, кого они не знают, как, за что их используют. Они как барбекю. Но это не юмор, а на самом деле так есть. Пока вы голову не вернете, все, что бы вы ни делали, это не на укрепление нашего эгрегора, народа, духа. А наоборот, вот, это даже и не вы, и сейчас это не вы. А вот он, которого вы не знаете, кто. А по факту, вот к вопросу вернусь, там, когда вопрос задают, а, Фред, что тебе, плохо живется? То есть народу что, плохо живется? Ну, если вы, вам нравится, вот, как было до схода, там, вот, ну, как. У вас выбора просто нету, и вы ничего не можете сделать. Просто, ну, экономически, вы же все прекрасно знаете, что у нас народ разделен, что как и что, там, экономически, там. Все все прекрасно знают. Поэтому и, казалось бы, наши самые, считаются, крутые к теме, да, сильные это те, кто в правительстве, у кого деньги. Но вы не понимаете, что работа его была в том, что у них не было вот этой головы, ума, национального именно сознания, чтобы у нас своя идеологическая структура по Нартиаде, то есть Игнаши Грегор, наш дух был, так сказать, целостным, его цель, чтобы мы не могли, да, у него это все было, вот он. И поэтому у нас ничего не создавали, разворовывали страну, свой народ, вот не, а как нужно делать? Вот так же технично и надо выстраивать свои потенциалы в народе, культуре, вот исходя из вот этой системы по Нартиаде, выстроить, нужно точно так же систему, вот обратной пирамиде, все. По факту у нас, нет, у нас не туда все силы идут. А Вадима заслуга, Ханни Грегор, многое сделал, но, когда вот эту систему мы создавали, технично все, много влиятельных сил было повязано между собой. И просто так, чтобы сделать себе имя, не думая о народе, о будущем, не понимая этого, нельзя идти как бульдозер, сломя голову, понимаете? То есть умы нужны, ум, поэтому я вам схему рисую, поэтому я говорю о Нартиаде, три нартовских рода, как оно должно быть, как должен быть наш Грегор. Вот еще раз, пока вот мы не вернем свою голову, да, что каждый понял, воин наш, они вообще понимают вот это, все должны это понимать наши. Вы никому не, вы на кого-то все делаете. Кто вас даже в СМИ где-нибудь слышите, о наших там. Знаю, да, Ахмад Сила, Кадыров молодец, он правильно, вот он, да, что-то создает уже, свою пирамиду. Ахмад Сила, да, по новостям везде все. А наши воины по СМИ, в наших, да, пабликах, это я знаю. Вот это и есть факт. Понимаете? Не воспринимают. Понимаете? И еще раз, пока мы не наши лучшие умы, наши самые вот крутые, как их назвать, не знаю, вот тема об этом, тема ролика, кто в СМИ самый крутой. А тот, кто вот это понимает, исходя из этого, что все, весь народ это понял, и уже действует. И все остальные должны во благо этого. Если вы это не хотите, другое дело. Скажите, мы, нет у нас, не достоинства, нет нас как народа, мы евреи. Мы все вот, ну, это же, если проникновение идеологии, культуры там, там, в общем, мы потеряли вместо нашей головы чья-то, то да, по сути там есть, ну, не мы, то есть, так и скажите, то есть, нет здесь тогда разума, ума, тогда, если здесь у нашего народа нет ума, разума, значит, и Бога нет. Эти последние светлые силы, где-то в подполе, там, которых засектантов воспринимают, так общество их воспринимает. Люди культуры, которые говорят, они ассоциируются с бедными, нищими людьми, по факту, и, а где, если борцы, идущие в политику, не умеют, ну, если вы вот этого не понимаете, да, нет этого понимания, куда вы идете, где образованность, а все делается для того, чтобы у вас опять еще раз, не было своего национального, своей головы, еще раз, и еще раз повторю, под конец видеоролика, пока вы не поймете вот этого, не вернете свою голову, и вот ко всем это понимание не придет, да, все остальное, это детский сад, ромашка и группа Чебурашка, вот так. Продолжение следует...